Что будет в новой серии любовь, логика, месть? Разведется ли Азан со Шаглой, несмотря на ребенка? Расскажет ли Эс Розану о разговорах между Чеглой и Мерт? Будет ли выяснено, что Шагла с Мертом? Все и многое другое теперь в нашем видео. Прежде чем мы перейдем к нашему видео, если вы говорите, что вам следует покинуть Азан Чегла, несмотря ни на что, не забудьте поделиться нашим видео. Когда с возвращением Азана в компанию все стало налаживаться, стало известно о беременности Шаглы. Чегла Азан, которая отказалась от развода, заявив о своей беременности во время бракоразводного процесса, осталась беспомощной. Азан пришел к Эс Ри с этой грустью и рассказал Эс Ри о беременности Шаглы. Пока Эсра ждала с очень красивыми снами, она была почти опустошена этой новостью. Однако Азан все равно будет пытаться развестись с Чеглой, несмотря на ребенка. На данный момент она заботится о ребенке, потому что думает, что ребенок ее. Однако он очень полон решимости развестись со Шаглой. Кто бы не выступил перед ним по этому поводу, он этого не увидит. Хотя Азан говорит об этом отношении Эсре, Эсра будет стараться держаться подальше от Азана, особенно сейчас, когда ребенок находится посередине. Хотя он не может контролировать свое сердце, он не позволит Азану приблизиться, потому что Азан женат и теперь является его будущим отцом. Хотя Шагла хочет связать Азана с наденцем с собой, это не увенчается успехом, когда она захочет. Шагла только отложила слушание своей детской ложью. В следующий период Шагла не сможет избавиться от преследования Эсры. Эсра Шагла, которая наблюдает за Чегла из-за ее подозрительных движений, станет свидетелем ее разговора с Миртом. На следующий день после того, как Шагла остался на лодке с Азаном, он пришел в Мирт и сказал, что Азан даже не смотрел на меня ночью. Мирт, который узнал, что Шагла беременна, подумал, что ребенок не от Азана, а от него. Хотя Мирт рассказывает об этой ситуации Шагле, Шагла не может принять такое. Эсра, слушающая все эти разговоры издалека, шокирована тем, что слышит. Теперь у Эсры есть козырь, который загонит Чеглу в угол. Однако единственное, что Эсра сделает на этот раз, это объяснит ситуации Азану. Эсра, услышав истинное лицо случившегося, не вернется к Азану сразу, но теперь она будет чувствовать себя комфортно. В конце концов, мужчина, которого она любила, не мог быть с кем-то другим. Азан уже хотел покинуть Шаглу. Тот факт, что ребенок не принадлежит ему, и что она изменила ему смерть, пока была замужем, будет уважительной причиной для развода. Таким образом, Азан удивит Чегла и разведет Чегла за один сеанс. Мне действительно любопытно, в каком состоянии был Шагла после того, как Азан услышал о том, что произошло. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Когда Эсра и Азан собираются поцеловать друг друга, Азану звонят. Поступило известие, что Чегла попал в аварию и был доставлен в больницу. Азан немедленно отправляется в больницу, а Чинар и Арифбей идут за ним. Арифбей очень зол. В то время они очень обрадовались, когда врач вышел и сказал, что его состояния хорошие. Однако Арифбей кричит Азану, что он прикончит вас, потому что он зол и просит его уйти. После этого Эсра узнает, что произошло от Азана, звонит Чинару и говорит, выздоравливай скорее. Конечно, Чинар понимает, что Эсра узнала, что случилось, от Азана. Во всяком случае, Эсра не отрицает эту ситуацию. Когда Азан возвращается домой, он немедленно звонит Шагле. Хотя Арифбей не хочет, чтобы он отвечал, Чегла берет трубку, и Азан говорит, что скорее выздоравливай. Затем приходит Моисей. У них на время возникают проблемы с Азаном. На следующее утро Эка снова подумывает о легком заработке. В это время приходит Зюмрутханам и рассказывает Эка, почему она расстроена. Эка показывает ей список Зюмрутханам. Однако Зюмрутханам разрывает список, говоря, что в них нет необходимости, потому что она ничего не помнит. Меникши, с другой стороны, не хочет понимать хорошее настроение Зюмрутта. Когда Эсра идет утром в компанию, она сразу же идет в Чинар. Сначала он спрашивает о ситуации с Чегла, но его цель состоит в том, чтобы он хотел расстаться с Чинаром. Чинар, с другой стороны, понимала, что больше не может выбраться из этой ситуации. Эсра говорит, что они лучше дружить, и заявляет, что она не может этого сделать как любовник. Чинар, с другой стороны, вынужден смириться с этой ситуацией. Азан же очень удивлен, увидев, что адвокат утром стучится к нему в дверь. Они хотят, чтобы дом был эвакуирован по указанию Арифбея. Вдобавок Азан очень злится, когда появляются новости о том, что все его аккаунты заблокированы. Когда я немедленно иду к Чинару и говорю ему, почему он так поступил, Чинар также отвечает за то, что сделали вы. Однако Чинар говорит, что это несправедливо и что она ни с кем такого не сделает. Однако Чинар приняла решение. Азан же говорит, что после этого управлять компанией будет очень сложно, и уходит на сторону Чинара. После того, как она уходит, Эсра видит Азана и спрашивает, что случилось. Когда Азан объясняет ситуацию, Эсра чувствует себя виноватой. Азан, с другой стороны, говорит ему, чтобы он так не расстраивался. Он говорит ей, что начнет все с нуля и совсем не волноваться. Тем временем Гэжа Цумрут раздала браслеты на руке всем из-за ситуации, в которой она оказалась. Арифбей позвонил адвокату Чиглы и ускорил подготовку к разводу. Эта ситуация не нравится Шагле. Но Арифбей полон решимости. Тем временем Азан и Муса нашли новую бизнес-идею и ищут инвесторов. В компании Нарь постоянно звонят с жалобами. Чинар очень злится на эту ситуацию и немедленно идет к сотрудникам и злится на всех из-за того, что произошло. Однако Эсра Шианр не может понять, что она делает. Хотя она хочет пойти и поговорить, Чинар очень зол и не слушает ничего, что говорит Эсра. Азан и Муса начали искать инвесторов. Однако никто не хочет иметь дело с Азаном. Между тем, кто-то, кто встречался с Азаном раньше и не вкладывался в его приложение, слышит, что он уволился с работы и хочет встретиться. Азан назначает встречу через два дня, чтобы представить свои идеи. Хотя Муса говорит, что два дня — это слишком мало, Азан успокаивает Мусу, говоря, что нам нужно немедленно найти офис и работать. Когда Шагла пришла в компанию, она немедленно пошла к Эсре и обвинила Эсру в том, что произошло. Тем временем Мзюм Рудханым падает со стула, чтобы купить горшки в ресторане Меникши, и приходит в себя. Когда Азан приходит к матери и не видит браслетов на руке, он видит, что их положение ухудшается. Тем временем Эсра помогает матери в ресторане. Когда Меникши Ханным ушла домой, Азан оставила мать. Когда они видят Эсру, они сразу идут к ней и начинают разговаривать. Когда Азан говорит о своих опасениях, Азан говорит Эсре не волноваться, у нее есть новые идеи. Когда Чинар идет к своей сестре и говорит, что она рада разводу, она очень злится на Чинара. Когда Чегла спрашивает Чинара, как она, она отвечает, что рассталась с Эсрой и находится в очень плохой ситуации. С другой стороны, Шагла говорит, что перед Азаном ей Эсрой нет никаких препятствий, кроме брака. Когда Чинар слышит это, ей в голову приходят некоторые идеи. Эсра очень взволнована, когда Азан говорит Эсре, что у нее есть новые идеи. После разговора об идее Эсра рассказывает, что рассталась с Чинаром. Азан очень доволен этой ситуацией и говорит Эсре, что разведется через три дня. Однако Эсра заявляет, что Шагла определенно не примет этот развод. Азан, с другой стороны, говорит, что на этот раз адвокат Чеглы, это тот, кто назначил дату слушания и подал иск. Затем Азан идет к Мусе работать. И Муса, и Азан очень расстраиваются, когда видят, что акции компании падают. На следующее утро, когда Эсра идет в компанию, все очень нервничают. Когда приходит Шагла и злится на Эсру из-за отчета, Эсра уходит в отставку и говорит, напишите отчет сами. Уходя, Чинар приветствует Эсру, когда она это видит. Однако Эсра говорит, что она ушла из-за Шаглы, и она больше не может выносить то, что сделал Шагла. Когда Чинар говорит, давай сначала поговорим, Эсра говорит, что если бы ты услышал, что Чегла сделал со мной, ты бы согласился со мной и ушел. Хотя Чинар немедленно идет к Чегле и спрашивает, что случилось, Чегла ничего не говорит. Однако Чинар понимает, что Чегла снова что-то замышляет. Между тем, Суумрут говорит, что после того, как у нее нет браслетов, она идет в миникше и говорит, что они могут заработать деньги, поделившись видео на YouTube. И они соглашаются пополам, чтобы заработать деньги между собой. Тем временем Эсра уходит с работы и отправляется к Азану, чтобы помочь им. Несмотря на то, что Азан хочет немедленно отправить Эсру, потому что он не хочет, чтобы она уходила с работы, Эсра настаивает на том, чтобы помочь. Азан, с другой стороны, принимает его помощь, когда понимает, что Эсра не вернется. В компании все вышло из-под контроля, и Чинар вот-вот сойдет с ума. Чинар приходит в ярость, когда узнает, что бизнес Эсра оставлен ей из-за накладывающихся друг на друга потерь клиентов. Когда Гэжа Меникши снимала свое первое видео, они начали драку из-за вмешательства в госпожи Сумрут. Эка же пользуется ситуацией и открывает прямую трансляцию. По окончании прямой трансляции количество подписчиков и просмотров внезапно увеличилось. Пока Эсра и Азан работают вместе, Муса уходит. Между тем, хотя Азан и хочет подойти поближе, Эсра ему не позволяет. Пока они работают вместе, звонит дверной звонок. Когда они его открыли, команда компании уволилась и пришла на помощь Азану. Вместе они начинают работать полным ходом. Между тем Чинар остался один в компании и не знает, что делать. Точно так же Шагла проводит время дома в одиночестве. В это время звонит Мерт и говорит, что он стоит перед дверью. Шагла в спешке немедленно идет к Мерту. Он услышал, что Мерт Чегла разводится, и купил путевку на следующий день после развода. Однако Чегла ругает Мерт и посылает ей сказать, что я не оставлю Азана, уйду. Азан и команда завершили работу над приложением. Команда покидает офис, когда работа сделана, но Эсра и Азан остаются вместе. Когда Азан остается наедине с Эсрой, он снова хочет сблизиться с Эсрой. Однако Эсра не позволяет, и они покидают офис. Когда Ченар приходит с работы домой, у нее очень плохое настроение. Когда ее отец спрашивает, что случилось, Ченар рассказывает все, что произошло. Вдобавок ко всему, когда он говорит, что Азан нашел инвестора, Ариф хочет узнать об этом инвесторе. На следующий день Эсра делится с Азана, что она впечатлена Азаном. А что касается встречи, он надеется, что встреча прошла успешно. Азан же пошел на встречу. Однако человек, который будет инвестором на встрече, заявляет, что не может принять Ариф Бея, говоря, что он не может принять этот проект. Вся команда ждет хороших новостей от Азана в офисе. Однако Азан разочарованно покинул встречу. У компании начались проблемы с программой. В каждой проблеме Азан противостоит Ченару. Ченар сходит с ума каждый раз, когда слышит имя Азана. Когда Азан возвращается в офис, он говорит команде, что не может выполнять инвестиционную работу. Все очень расстраивается. Азан тоже отправляет всех по домам, говоря, что найдется кто-то, кто вложится в эту идею, чтобы коллектив не расстраивался. Теперь приложение никогда не открывается в компании, и Ченар вот-вот рассердится. Хотя Чегла пытается успокоить Ченар, ей это не удастся. И Ченар покидает компанию, сказав, что решит эту проблему, и приходит прямо к Азану. Помимо Азана, в офисе находится Мусей Эсра. Ченар хочет поговорить на улице. Когда он начинает говорить, он просит Азана вернуться к работе. Когда Ченар делает разумное предложение, Азан соглашается вернуться в компанию. После этого Ченар идет и объясняет ситуацию своему отцу. Хотя Арифбей не может смириться с этой ситуацией, он вынужден подчиниться решению сына. Азан идет и рассказывает Эсре, что случилось, и целует Эсре. Эсре, с другой стороны, немедленно уходит и просит Азана не делать этого снова, даже если она не хочет. Он говорит, что в качестве условия возвращения в компанию Ус рассказал, что поможет ему. На следующий день Азан и вся команда вернулись в компанию. Практически все проблемы начали исправляться. Азан пойдет на слушание после встреч в компании. Он немедленно звонит Эсре и сообщает ему, что суд состоится. И говорит, что после суда пропавшие без вести будут там ждать. Эсра же уходит, говоря, что я не приду, я не простила тебя. Хотя Эсра говорит, что не пойдет туда, где есть лодки, когда она разговаривает с Зейна, она передумает и идет туда, где находятся лодки. Суд начался, и Чегла просит выступить после того, как адвокат объяснит ситуацию судье. Азан очень расстраивается, когда идет к Эсре. Когда Эсра видит Азана в таком состоянии, она сразу понимает, что что-то не так. Когда Азан говорит, что Шагла беременна, Эсра почти опустошена. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok